За победу соперничали четыре команды профессиональных учебных заведений. Курсанты кадетской школы имени Старшинова, студенты Анапского сельскохозяйственного и индустриального техникума, студенты филиала Кубанского государственного аграрного университета. Сегодня у нас будут проходить именно военно-спортивные соревнования, военно-спортивная полоса и конкурс «Трое песни». Основная цель данных мероприятий – это подготовка к службе вооруженных силах Российской Федерации. Метание гранаты, стрельба из пневматического оружия, условные кочки. Ребята шли на пролом к победе. Каждая команда стремилась выложиться по максимуму и показать высший результат. Команда Анапского индустриального техникума завсегдата слета. Александр Седокин – бессменный капитан команды и ее идейный вдохновитель. Мне очень понравилось, это было очень весело, проверяет нас, нашу готовность. Конечно же, мы маршировали, немножечко подготовились к этому. У кого была, конечно, физическая подготовка, тому было немножечко проще. Но я думаю, армия это даст. О физической подготовке ребят пока сложно судить, читает Елена Анаприенко, заместитель председателя местного отделения добровольного общества содействия армии и флота. Я думаю, достаточно, ребята наши подготовлены. Конечно, к лучшему стремиться всегда надо. Подготовка еще не на совсем должном уровне. Победителями соревнований стали ребята из кадетской школы. Второе место у команды Анапского сельскохозяйственного техникума. На третьем месте индустриальный техникум. Но не в призовых местах кроется азарт ребят. Они демонстрируют свою готовность служить в армии и защищать Родину. Редактор субтитров А.Семкин